Приветствую вас. Я сразу скажу, что не хотел бы вступать в спор с коллегой, который вам ответил уже на ваш вопрос. Но, тем не менее, высказал своё несколько, наверное, отличное от коллеги мнение по поводу того, что вы спрашиваете. Значит, влияние друзей на отношения есть, и отсутствие друзей, к сожалению, приводит к тому, что вы концентрируетесь на любимом человеке. Вы концентрируетесь на любимом человеке, и любимому человеку придаёте чрезмерное количество значения, или, можно сказать, чрезмерную степень значимости для вас, потому что у вас, опять же, нет друзей. Иными словами, если бы у вас были друзья, если бы у вас была бы социальная жизнь, более ярко выраженная, то своего любимого человека вы бы не то, чтобы меньше ценили. Вот, я не хочу, чтобы вы именно так воспринимали то, что я говорю. Просто-напросто вы бы в нём меньше нуждами, в своём молодом человеке, в своём мужчине. Вы бы в нём меньше нуждались, вы бы на него не так концентрировались. И, соответственно, возможно, было бы куда меньше у вас переживаний, ну, например, при наличии, допустим, ссор между вами. Понимаете, то есть ситуация такова, что если вы не имеете друзей, если у вас этих самых друзей нет, то энергию, которая у вас есть, нужно, конечно же, куда-то реализовывать. И реализуете вы эту энергию, естественно, только на своего молодого человека. Потому что больше-больше элементарно не на кого. Это и понятно. Но это не хорошо для молодого человека. Потому что на молодого человека накладывается ответственность больше, чем он, возможно, хочет. Больше, чем ему, возможно, комфортно. И, кроме того, не стоит забывать, что если у вас нет друзей, то в молодом человеке вы хотите видеть этого самого друга. В молодом человеке вы хотите восполнить отсутствие этих самых друзей, тем самым больше, возможно, уделяя ему внимание, больше, вероятно, проводя с ним времени. И тем самым, тем самым, опять же, ну, как бы, наконец-то ему ближе, стермерная близость здесь, в данном случае, может быть чем-то не очень хорошим. То есть, на вашем месте, я думаю, было бы справедливо, адекватно, правильно подумать о том, почему у вас нет друзей. Так как это, ну, в принципе, является плохим знаком для вас. Потому что, ну, если у вас нет друзей, значит, могут наблюдаться определенные проблемы в коммуникациях, в социализации и так далее. И эти проблемы, естественно, могут влиять на ваше отношение с молодым человеком. Если вы этого не хотите, то обязательно стоит подумать, почему у вас нет друзей, и постараться их завести. Понимаете, нужно проводить время, время нужно бывать чисто психологически, нужно бывать в разных ролях. Обязательно нужно быть в роли друга, для полноценного развития, для нормального существования обязательно быть в роли друга, бывать в роли друга. Если вы в роли друга не бываете, это плохо. Потому что это означает некоторую такую, скажем так, однобокость вашего развития. И однобокость вашего развития, к сожалению, рано или поздно обязательно скажется на вашем взаимоотношении с молодым человеком. Знаете, вот представьте себе, что молодому человеку, например, захотелось, допустим, отдохнуть, побыть с друзьями, ведь у него же друзья, наверное, есть, ему захотелось отдохнуть. А он не может этого сделать, потому что знает, допустим, что у вас друзей нет, и вам отдыхать несколько. Он этого не делает. Он не отдыхает с друзьями. Молодой человек хочет как-то поступить, но знает, что что у вас нет друзей, и опять же не поступает. Молодой человек, вообще люди, не все умеют друзить со своими вторыми половинками. Но не каждый молодой человек будет это делать, не каждый мужчина сможет это сделать. И это тоже необходимо учитывать. Понимаете? Основное влияние, таким образом, отсутствует друзей на отношения с молодым человеком, заключается в том, что вы чрезмерно сконцентрируете свое внимание, свою активность и свою энергию на молодом человеке и более близко к сердцу воспринимаете все проблемы, которые у вас есть, а проблемы неизбежные, они бывают во всех отношениях, это нормально. вы воспринимаете близко к сердцу, ну, более ярко, более эмоционально реагируете на какие-то проблемы между вами и тем самым как бы становитесь более зависимы от молодого человека, своего. Опять-таки, зависимость это не то, что можно назвать свободными отношениями, зависимость это не то, что можно назвать равноправными партнерскими отношениями, поэтому я полагаю, что я полагаю, что вот такая ситуация. приводный знак тот факт, что у вас нет друзей. Я бы вам все же рекомендовал бы обязательно вот подумать, почему у вас их нет. рекомендовал вам обязательно как-то все-таки более активно стараться социализироваться, чтобы не так сильно нуждаться в своем молодом человеке. И при этом более внимательно отнестись к своему партнеру в том контексте, значит, насколько ему комфортно, насколько ему удобно с вами, насколько ему легко, значит, и так далее. Вот это то, что на мой взгляд является самым важным, потому что если вы действительно концентрируетесь только на молодом человеке, то соответственные требования у вас такие, как будто молодой человек единственный для вас в вашем социальном поле. Это нагрузка, это нагрузка, это требования, в том числе и в энергии человека, и далеко не каждому это придется по душе. Поэтому я хотел бы, чтобы вы учли это при формировании своего дальнейшего поведения. Кстати говоря, то, чем вызван ваш вопрос, то есть вот почему вы задали этот вопрос, наверняка вы чувствуете, что возможно что-то не так, наверняка вы чувствуете, что возможно ситуация ну как-то вот если не выходит из-под контроля у вас прямо, то по возможно что вы чувствуете какую-то тревожность может быть что-то в этом роде. Если это так, то вы правы, определенные тревоги все же есть, и я думаю, что на это стоит обратить самое пристальное внимание, какое только может быть с вашей стороны, дабы сохранить отношения. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.